Синхронное плавание пока сохранит свое нынешнее название. Вопреки прогнозам, вопрос о переименовании этого вида спорта в плавание художественное или артистическое так и не был поднят на Конгрессе профильной Международной Федерации. Так что если синхронное плавание переименуют, то уже после Олимпиады 2016 года в Рио. Об этом говорили в Казани. Именно там сегодня состоялась встреча спортивных функционеров. А уже завтра там же стартует чемпионат мира по водным видам спорта. И, кстати, именно синхронистки доверят внести знамя нашей сборной на церемонии открытия. Репортаж Светланы Костиной. Почти сутки в небе, но на лице нет и тени усталости. Синхронистки из сборной Австралии говорят, что чувствуют себя как дома. Тот же дождь, те же плюс 20 за окном, почти австралийская зима. Мне кажется, в России довольно тепло. Например, у нас на родине сейчас зима, и это здорово удрать от холодов и приехать в лето. Соревнования по синхронному плаванию будут проходить на главной и самой большой площадке чемпионата мира. На футбольном стадионе. Одно из главных требований Международной федерации плавания – спортивная площадка вместимостью 10 тысяч человек. Стадион подошел как нельзя лучше. Два бассейна – основной и тренировочный. Собирали несколько месяцев специалисты из Италии. Чтобы сохранить футбольный газон, пришлось поднять уровень пола почти на 4 метра. Эту площадку уже называют уникальной. Во-первых, спортсмены будут соревноваться практически на открытом воздухе. Ведь бассейн закрывает не крыша, а огромный навес. Во-вторых, зрительские трибуны расположены максимально близко к воде. Я никогда такого не видел. Как будто ты идешь смотреть футбольную игру, а попадаешь на водный стадион. Он огромный. Нам не приходилось тренироваться в таких залах. В бассейне полным ходом идут тренировки одного из самых зрелищных видов спорта – синхронного плавания. Кстати, уже в следующем году оно может превратиться из синхронного, например, в артистическое или художественное. Вопрос о переименовании этого вида спорта всерьез рассматривается в Международной федерации плавания. Впрочем, некоторые кардинальные изменения произойдут уже на этом чемпионате. Революция в синхронном плавании. Впервые на чемпионате мира в женской компании вполне официально появятся мужчины. Они примут участие в соревнованиях смешанных дуэтов. Причем будет разыграно два комплекта наград в технической и произвольной программе. Решение о том, что теперь танцевать в воде будут еще и мужчины, было принято в конце прошлого года. У пары было совсем немного времени на подготовку. Спортсмены на вопрос о сугубо женском виде спорта отвечают. Когда-то инфигуристов мужчин косо поглядывали, зато сейчас они кумиры миллионов. Билл Мэй пока единственный представитель сильного пола, добившийся успеха в синхронном плавании. В смешанном дуэте он выиграл открытые чемпионаты Франции и Швейцарии. Когда-то я был обычным гимнастом и просто помогал сестре, которая серьезно занималась синхронным плаванием. Я был очень молод и очень любил плавать и выступать. Я никогда не думал, что это сугубо женский вид спорта. Это просто всегда приносило мне сплошное удовольствие. На чемпионате мира в Казани все соревновательные площадки находятся рядом. Недалеко от большого бассейна расположен крытый комплекс. Тут же возведен еще один зал под открытым небом для водного пола. На другом берегу Казанки, прямо под стенами Казанского Кремля, установили вышку для хайдайвинга. В отличие от классических прыжков в воду, здесь спортсмены будут прыгать с высоты 28 метров. Специально для этого мелкую реку пришлось углублять. Температура воды сейчас плюс 19. По регламенту она соответствует нормам. На Казанке свои тренировки проводят водолазы. Именно они будут сопровождать прыгунов. Хайдайвинг – очень опасный вид спорта. По правилам, после прыжка атлет еще под водой должен подать знак, что с ним все в порядке. Соревнования в Казани обещают стать одними из самых масштабных в истории. В целом, я считаю, что уже все готово. Ну и набирает свой ход. Сейчас уже где-то полторы тысячи спортсменов заехало. Это около 100 стран уже здесь представители. Мы рассчитываем, что будет 190 стран, заявили, 2600 спортсменов. Это, конечно, очень глобальное соревнование. Поэтому хочется пожелать и спортсменам удачи, успехов, и зрителям, конечно, хороших впечатлений. Спортсменов расселили в так называемой деревне-универсиаде, где два года назад жили участники всемирных студенческих игр. В учебное время – это общежитие для учащихся. На время чемпионата оно превратилось в хорошую гостиницу. Приехал расстроенный, а там Япония, допустим, долго летел. Здесь, на японском, на чистом, он начинает говорить «Здравствуйте», «Добро пожаловать», «Как долетели». Он уже наш. Для спортсменов здесь есть и тренировочные площадки, и зона отдыха. Тут же можно купить сувениры и покататься на велосипеде. Мы счастливчики, что оказались в таких условиях. Одно удовольствие здесь находиться. В рамках деревни ходят маленькие автобусы прямо к нашему дому. Это очень здорово. Первые соревнования стартуют уже завтра. Пройдет предварительный раунд по прыжкам в воду среди мужчин. А вечером состоится грандиозная церемония открытия чемпионата. Знаменосцам выбрана трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Зрителей ожидает трехчасовое шоу, конечно же, на воде. Светлана Костяна, Олег Матюшин, Анатолий Минеев и Олеся Трофимович. Первый канал. Казань.